Бывший депутат городской думы, руководитель комбината ритуальных услуг населению Николай Ингликов выслушал приговор суда. Депутат, являвшийся начальником крупного муниципального предприятия, был задержан в марте 2018 года при получении взятки. Судя по материалам следствия, это была дань за продажу выгодной должности. За 160 тысяч рублей Николай Ингликов обещал общее покровительство смотрителю Новосормского кладбища и продление его полномочий. Почти год длилось судебное заседание, начальника всех нижегородских кладбищ признали виновным в конце концов и приговорили к 8 годам строгого режима. Но по непонятной для нашей редакции причине судья запретил съемку открытого процесса и потому какие-либо кадры мы смогли снять лишь после окончания заседания и оглашения приговора. Николай Иванович, скажите, согласны за приговором? Николай Иванович, будьте подавать на апелляцию. Можете прокомментировать? Вы же родственники, друзья. Вы не симпатичны, вы проспали все время. Понимаете как? Вам нельзя здесь быть. Надо было дома испаться. Можете огласить свою позицию? Нет, не могу. Потому что у меня есть симпатичная. Виноват он мне, но вот считаете вы его виноватым? Вы как адвокат, скажите нам что-нибудь. Прокомментируйте ситуацию. Прокомментируйте, пожалуйста. Ради? Скажите нам что-нибудь. Огласите свою позицию. Как адвокат. Что я вам скажу? Скажите, будьте подавать на апелляцию? Мы решили. Вы считаете, что это наказание заслуженное? Я сказала, отойдите отсюда. Вы считаете, что невиноват? Знаете, я вас не знаю, вы меня не знаете. Кстати, это уже не первый случай, когда во время суда над крупными начальниками Нижегородский суд запрещает съемку оглашения приговора в открытом судебном процессе. Когда выносили приговор начальнику тыла Нижегородского ГОД, полковнику Ихтиару Уразальну, судья также по неизвестной причине запретил съемку, подчеркну, открытого процесса. В августе этого года в обстановке строжайшей секретности вынесли приговор бывшего министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову. Судили его за незаконную продажу государственной собственности. И на процесс судья прессу не допустил вообще. И даже информации о том, какой приговор вынесли, не предоставили ни прокурор, ни адвокат, ни судебные органы. Но тем не менее областная прокуратура сочла приговор слишком мягким и как раз сегодня в советском суде это дело начали рассматривать повторно.